Виталий Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Можем ли мы говорить, что Краснодарский край переживает строительный бум? Краснодарский край уже который год сохраняет естественный прирост строительства жилья. Говорить о буме мы сейчас не можем, потому что мы сохраняем тенденции, которые были в прошлые годы. Мы даем ежегодный прирост по строительству около 50%. В связи с этим можно говорить о стабильности на рынке строительства. Об объемах давайте поговорим. Какие объемы жилья вводятся ежегодно? Каждый год Краснодарский край вводит порядка 4 миллионов квадратных метров жилья. В этом году мы показатель улучшили по сравнению к 2018 году. Он составил порядка 4,5 миллионов квадратных метров. Это почти на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В связи с этим мы можем говорить о том, что Краснодарский край достаточно эффективно проходит те изменения и в законодательстве, и в экономике, которые влияют на строительную сферу. Коль уж мы говорили о законодательстве и изменениях, как-то повлиял переход на их скрощита для застройщиков на том, сколько сейчас возводится жилья? Какие-то возникли у них проблемы с этим? Ну, конечно же, все новое всегда вызывает сложности. И многие строительные компании, которые были не слишком стабильны, были вынуждены каким-то образом переформатироваться. Либо укрупниться, либо уйти с рынка совсем. Но, как показывает статистика, о которой я сказал, серьезного влияния на общее состояние строительства это не оказало. И более того, и в Краснодарском крае, и в целом по России отмечается рост. Поэтому можно уже сейчас говорить о достаточно позитивном влиянии тех поправок, которые были приняты. На рынке остались крупные игроки, достаточно серьезные организации, которые могут отвечать по своим обязательствам, которые они берут перед своими дольщиками, перед своими кредиторами. Что, на самом деле, дополнительно оказывает позитивное влияние на строительный рынок в целом. У нас в крае насчитывается порядка 6,5 тысяч застройщиков. Из них порядка 200 – это крупные застройщики. Поэтому рынок очень конкурентен, и что говорит о качестве этого рынка. Вот как. Не наблюдается ли у нас дефицита в строительной сфере именно кадрового дефицита? Кадровый дефицит – это проблема сейчас общероссийская. И одно из решений этих проблем является программа по повышению производительности труда в целом, переобучению персонала. Более того, современный мир диктует новые вызовы. Мы должны готовить кадры, которые готовы применять новые технологии. Это также очень серьезно влияет и на строительную отрасль. Сейчас очень активно внедряются BIM-технологии. Это 3D-моделирование при проектировании. Все это, конечно, диктует новые требования к работникам. Но мы не смотрим на это свысока. И мы пытаемся обеспечить отрасль квалифицированными кадрами. В этом нам помогают и наше Министерство образования Краснодарского края, и Федерация. Все нацелено на то, чтобы все-таки достигнуть тех показателей, которые были определены в национальных проектах президентом. А кто, условно говоря, сейчас в основном работает на наших стройках? Одно же время, помните, было за силой иностранной рабочей силы? Сейчас как? Ну, иностранная рабочая сила присутствует в Краснодарском крае. И ежегодно в установленном порядке доля таких работников кватируется. То есть определяется определенная численность людей, граждан тех или иных стран, которые могут въехать и работать у нас в крае официально. В том числе и на стройках. Эта процедура работает, и те строительные организации, которые находятся в правовом поле, не испытывают с этим никаких сложностей. То, о чем вы спросили, это либо правонарушение, либо преступление. Люди, которые пребывают вне установленного порядка, по большому счету правонарушители. И с ними должны работать уже правоохранительные органы. Такой вопрос. Удалось нам все-таки уйти от точечной застройки в том же Краснодаре, например, возьмем большого города, или еще есть проблемы? Проблема эта практически исчерпывает себя. Потому что в условиях действующего законодательства, когда мелкие строительные организации, застройщики уходят с рынка, а именно они были на самом деле основными застройщиками, которые осуществляли такую точечную застройку. Потому что крупной организации, крупной строительной компании, крупному застройщику, на самом деле, невыгодно и неэффективно строить одиноко стоящие высотные дома. Это неэффективно с точки зрения организации работы. Конечно, гораздо более эффективно, выгоднее, экономически обоснованнее застраивать кварталы. И при этом в этих кварталах самим же застройщикам выгоднее всего строить и школы, и сады. Что позволяет наиболее цивилизованно развивать наш город и города-края. Мы, в свою очередь, для того, чтобы поддержать застройщиков и не обременять их грузом социальных объектов, приняли программу. В Краснодаре работает программа комплексного устойчивого развития в сфере архитектуры и строительства. Эта программа действует в рамках национального проекта «Жилье». По этой программе мы строим школы, сады, объекты здравоохранения именно в местах массовой застройки. Тем самым снимая бремя такого строительства с наших застройщиков. Программа работает уже порядка трех лет, имеет достаточно хорошие результаты. Уже были введены в эксплуатацию школы в городе Краснодаре. Порядка трех тысяч мест, несколько школ по тысяче, по тысячу пятьсот. Это школа в Новороссийске, школа в Славянске-на-Кубани. Они уже работают. Это именно те объекты, которые строились в местах массовой застройки. Что дополнительно стимулировало наших застройщиков строить там качественное жилье. И это жилье, какая выгода для застройщиков? Это жилье становится наиболее востребованным. Люди знают, что это не просто жилые дома, а жилые дома уже с некой инфраструктурой. Ну, конечно. Что улучшает привлекательность этих квартир. Ну и сроки продажи, конечно, не сокращаются. Что очень выгодно для наших застройщиков. Сейчас в рамках этой же программы, в рамках национального проекта «Жилье» мы строим также три школы в Краснодаре. Это школа по улице Конгрессная на 1850 мест. Это школа по улице Знаменской, Зеленопольской. И в поселке Изобильном. А также садик на улице Героев-разведчиков. Сейчас мы планируем ряд школ вести в этом году. Ряд уже в 2021. Если не брать помощь с вашей стороны, есть уже такие застройщики, которые осуществили это? То есть предоставили не только квадратные метры, но и какие-то элементы инфраструктуры. Если есть, сколько таких? И можно конкретные примеры где? Да, такие застройщики были, которые за свой счет проектируют и строят. Но Краснодарский край также не оставляет их один на один с этой проблемой и с этими затратами. В рамках иной программы, она называется программа социально-экономического развития Краснодарского края, предусмотрена возможность выкупа социальных объектов. То есть? То есть застройщик строит за свои деньги, потом есть процедура, которая позволяет выкупить этот социальный объект в собственность Краснодарского края, либо в собственность муниципалитета. Ах, вот как! То есть таким образом все затраты застройщику на строительство социального объекта возмещаются в полной мере. Таких объектов не так много каждый год, потому что стоимость достаточно велика каждого объекта, но по минимуму 2 объекта в год выкупается. Поэтому к администрации принимаются различные способы именно поддержки застройщиков в целях строительства социальных объектов. Если говорить о первом вопросе вашем, о строительном буме, то можно сказать, что строительный бум есть в сфере, конечно, строительства социальных объектов. Губернаторам поставлена серьезная задача строить более десятка школ в год. И это поручение исполняется. Таких объемов строительства не было никогда в Краснодарском крае. И если мы будем держать подобный темп, то понадобится совсем небольшой срок, который позволит нам действительно решить проблему с местами в школах. С местами в школах, понятно. А есть ли территориальные места для возведения школ? Нет ли с этим проблем? Нет, проблемы в крупных городах, конечно, всегда есть. Это проблема с земельными участками. При этом нужно понимать, что современные требования к современным школам достаточно сложные. И чтобы разместить достаточно крупный объект, большую школу с большой посещаемостью, необходимо достаточно большие количества земельных участков больших размеров. Это в гектарах. Это земельные участки в гектарах. Поэтому, конечно, в крупных городах это является проблемой. А там, где мы имеем не такую большую плотность населения, то, конечно, здесь это не так сложно. Ну, раз уж мы перешли на социальные объекты, давайте озвучим. У нас в Краснодарском крае реализуются такие национальные проекты, как демография, спорт, норма жизни, здравоохранение. Опять же, в рамках этих нацпроектов тоже идет большая стройка соцобъектов. Давайте по каждому чуть-чуть расскажем. Департамент строительства в силу своей специфики работы участвует в каждом национальном проекте. Потому что каждый национальный проект предусматривает строительство новых объектов. Это и объекты спорта, и здравоохранения, дошкольного образования, образования, среднего образования. И это объекты культуры, также большая масса объектов. Поэтому мы участвуем во всех этих проектах. Что, конечно, возлагает огромную ответственность на департамент. Потому что, если мы где-то подведем, то подведем всех. Если говорить о количестве объектов, которые возводятся, оно исчисляется десятками. Потому что ежегодно вводится порядка десяти объектов спорта. Это малобюджетные спортивные комплексы. Сейчас начала активно работать программа по строительству залов единоборств. В рамках программы здравоохранения строятся крупные медицинские центры. Сейчас, снова после небольшого перерыва, который был вызван рядом проблем, началось строительство бассейна в городе Краснодаре за Энкой. То есть, сейчас все по большому стройки, которые были заморожены, они начаты. И огромное количество новых объектов. Поэтому, говорить просто о цифрах, что там пять, шесть, можно сказать в целом, что стройка идет большая, на самом деле. На самом деле, это заметно. Особенно, что касается спортивных объектов. Если говорить о здравоохранении, у нас есть очень крупный объект социальный. Расскажите о нем. В рамках нацпроекта здравоохранения с 20 по 26 будет осуществляться строительство крупного онкологического центра, который будет в себя включать больницу на 890, коек и поликлинику на 750 посещений в смену. Сейчас активным образом ведется проектирование. Думаю, что в конце этого года уже мы начнем там строительный монтаж за работу. В связи с чем назрела такая необходимость? Ну, конечно же, этот вопрос, наверное, лучше отрисовать к Министерству здравоохранения. Мы, на самом деле, здесь выступаем исполнителями. Департамент строительства строит то, что посчитали нужным отраслевые органы власти. Но это посильно нам? Для строителей нет нерешаемых задач. Вопрос только сроков и стоимости строительства. А вот когда реализуются такие масштабные проекты, стоимость, которая закладывается изначально, она потом в процессе может меняться? Или вы все-таки должны уложиться именно в этот бюджет, который выделили? Нет, конечно же, мы обязаны вложиться в те деньги, которые выделены изначально. Но жизнь, на самом деле, не стоит на месте. Появляются новые требования, могут появляться новые технологии, новое оборудование. Ну и глупо было бы не менять проект какого-либо объекта в случае, если уже есть что-то новое, что можно быстро, оперативно внедрить, даже если это стоит дороже. Чтобы оценить эффективность таких изменений, существуют специальные процедуры экспертизы, в том числе и ценовой экспертизы, которые достаточно достоверно устанавливают правильность выбранных технологических решений. По итогам прошлого года известно, 25 проектов капитального строительства края рекомендованы для тиражирования по всей стране. Вот разъясните, что это означает? Это общероссийская практика, и эта идея вынашивается уже на протяжении многих лет. Смысл ее в том, чтобы те проекты, которые уже реализованы, можно было использовать в других регионах. Как показательный шаблон? Нет, это не показательный шаблон. Это применение тех конструктивных решений, которые были применены на каком-либо из объектов. Чтобы уже проектировщик, инженер не придумывал нечто новое, а взял уже проверенное конструктивное решение, которое уже реализовано, которое работает. При этом это, во-первых, ему облегчает труд существенно, во-вторых, для бюджета это снижает стоимость. Поэтому очень выгодно. Но также имеется специальная процедура, каким образом тот или иной проект попадает в этот тип проектов. Общий реестр ведет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На их сайте можно получать общую информацию. Ну и, соответственно, если уже необходимо что-то полное, там имеется процедура, каким образом можно все это получать для реализации уже на конкретном земельном участке. О каких все-таки объектах и проектах идет речь? 25 можете какие-то назвать из них? Это объекты школы, это детские сады в основном. И часть объектов инфраструктуры, это водоводы, то есть объекты жилищно-коммунального хозяйства. Понятно. Если сравнивать по реализации, что проще все-таки? Спортивные объекты или объекты из ряда школы, детские сады? Или объекты, которые касаются медицинского обеспечения? С точки зрения строительства, все объекты одинаково простые, одинаково сложные одновременно. В каждом есть те или иные, при реализации какого-либо проекта, сталкиваясь с теми или иными трудностями, и сказать, что одни трудности легче, а другие нет, невозможно. Наиболее сложное, конечно, это монтаж инженерных систем. Это системы вентиляции, кондиционирования. А когда строятся крупномедицинские центры, то это огромное количество абсолютно специального оборудования, для монтажа которого нужны специальные знания. И, конечно, здесь не то, что сложности, но нужно относиться более внимательно к таким работам. И уровень контроля за такими объектами повышенный. Ну и внимание населения к таким объектам, на самом деле, тоже очень высокое. И проверяют они эти объекты, можно сказать, на себе. Поэтому ответственность за их строительство колоссальна. Как власти в целом, так и тех людей, которые непосредственно находятся на объекте, строят этот объект. Я почему спрашиваю? Потому что я смотрю, вот эти малобюджетные спортивные площадки, просто вы как орешки щелкаете каждый год. Они то там, то здесь появляются. Ну, конечно. Но на самом деле говорить о том, что это хорошо, прям вот однозначно. Ну, не стоит. Я поясню мысль свою. У нас их не было совсем. Поэтому то, что мы сейчас видим, это как бы больше, это больше, чем ноль. Но то, что эта тенденция раскручена именно губернатором, и именно им было поручено и направлен вектор строительства парков, создания зеленых зон, спортивных площадок. Он непосредственно, как житель этого края, тоже сталкивался и видел это, ходя по нашим улицам, что их очень мало, а практически не было. Вот. Если вспомнить, по большому счету, все спортивные площадки были просто открытыми стадионами, которые были при школах. Ну, в общем, да. Только туда дети могли ходить. Конечно. А чего-то отдельного не было и вовсе. И сейчас, как благодаря усилиям и губернатора, и депутатского корпуса, эта программа принята, выделены бюджетные средства. И действительно уже каждый житель может видеть эти спортивные площадки, посещать их, те же самые объекты благоустройства. То есть, конечно, мы все жители этого города, этого края, и видим эти проблемы, и работаем над тем, чтобы их стало меньше. Понятно. Расскажите о работе вашего ведомства. Может быть, подвести можно какие-то итоги 2019 года? 2019 год мы закончили достаточно успешно. Есть критерии эффективности работы департамента. Это освоение денежных средств, которые были выделены в целом. Освоение в среднем по программам составило более 90%. Что говорит о том, что реализация всех задач была осуществлена почти на 100%. Почти это значит, где-то была экономия, где-то, возможно, были сложности с подрядными организациями. Но это жизнь, мы всегда сталкиваемся с трудностями, и где-то, конечно, можно еще и доработать. Общий итог работы края, если его сравнивать с другими регионами, то он тоже очень неплох. По объемам водожилья мы на третьем месте в России, мы на первом месте по объемам водожилья по ЮФО. У нас, конечно, имеет место быть снижение по объемам строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что завершены работы по строительству Керченского моста, что, конечно, в статистических данных показывает у нас спад объемов строительно-монтажных работ. То есть строить стали меньше, вкладывать средства стали меньше. Но это естественный процесс, это мегапроект, мы были к этому готовы, поэтому это на рынке строительных, на рынке подрядных работ никак не сказалось. В общем, можно сказать, что достаточно успешно влились в 2020 год. Тогда уж логично спросить, что планируете в этом году. 2020 год очень амбициозный. Амбициозный и с точки зрения тех цифр, которые доведены к Краснодарскому краю и по водожилья, и по объемам СМР, они, конечно, очень большие. Сейчас уверенности в том, что мы их достигнем, пока нет. Но тот ряд инструментов, которых был предложен и президентом в своем послании, это поддержка семьи, родившей уже первого ребенка, это огромное количество льгот, мы видим действительно спад стоимости ипотеки. Вот эти все инструменты, которые осуществляют правительство, оно существенно окажет на рынок. То есть сейчас мы имеем задачу в 2020 году ввести 5,8 миллионов квадратных метров жилья. В этом году мы ввели 4,5. То есть прирост за год мы должны обеспечить в размере 1,3 миллиона. То есть это порядка 25%. Действуя старыми инструментами и не имея ничего нового, конечно, так поднять планку будет нереально. Здесь, чтобы этот показатель был обеспечен, задачу эту решать нужно не только силами департамента. Это общая задача экономики в целом. Потому что если будет спрос на жилье, то будет и предложение. Законы экономики никто не отменял. И наша задача стимулировать, как органовласти, как спрос различными способами. Это и субсидирование ипотеки, и предоставление ипотеки, и льготные ипотеки. Так и поддерживать предложения путем поддержки наших застройщиков. Это косвенно программами, строительством социальных объектов. Спрос, я думаю, будет, учитывая, что теперь дают материнский капитал за рождение первого ребенка. Я думаю, что очень многие этим воспользуются. Спрос в Краснодарском крае достаточно стабилен. Но буфер непроданного жилья достаточно большой. И он практически не изменяется в течение многих лет. Краснодарский край здесь имеет приоритеты перед другими регионами. Мы, краев, которые приезжают порядка 60 тысяч человек ежегодно. Тем самым, конечно, это стимулирует спрос. И здесь главное, конечно же, найти баланс между спросом и предложением. Чтобы мы не получали либо очень дорогой квадратный метр из-за того, что очень высокий спрос, либо, наоборот, дешевый, если мы перенасыщим рынок. То есть задача как раз-таки власти и иметь, соблюдать вот эти балансы. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова